Сегодня я буду тестировать термостатический смеситель Groy-Groy Therm 1000 New. Смеситель выглядит следующим образом, то есть весьма стандартно. Железная лейка, которая в обычной ванне будет лить воду примерно в 5 сантиметрах от стенки. Можно отдельно приобрести вот такую штучку, чтобы было удобнее наливать в ванну. В комплекте шел обычный аэратор, то есть вот эта только часть без переходника. И здесь был просто патрубок для подключения душев. Ни шланга, ни самой лейки в комплекте не было. Прокладки в комплекте также идут весьма странно, мне не удалось их использовать, поэтому я пошел и купил обычные силиконовые. Итак, эта ручка у нас регулирует температуру воды. То есть от самого холодного, идет чисто холодная вода, до комфортного. Тут нужно нажать кнопку, и дальше начинается горячая. Вот эта ручка включает либо душ, либо кран. Если мы ее вращаем вниз, у нас включается кран. Если мы ее вращаем вверх, у нас включается душ. Вот, пошел душ. Вот кнопка тут нужна для того, чтобы не включать душ на полную без нажатой кнопки. Но, так как она мне не нужна, я разобрал, снял эту ручку и поставил туда кусочек зубочистки. Здесь можно сделать то же самое. Протестируем, как же на самом деле он работает при помощи термометра. Вот такой термометр. Вот термодатчик. То есть термометр очень быстрый, скоростной. То есть вот я прикоснулся, он сразу начинает показывать уже температуру пальца. А термодатчик мы воткнем в кран. Открываем. Так, а теперь включим погорячее. Как видно, был скачок порядка 6 градусов. То есть вот этот переходный период, если резко вращать ручку, он прям действует чуть-чуть обжигающе. Сейчас я в раковине открою кран на полную, для того, чтобы показать, как меняется температура, если будет меняться давление воды в водопроводе. Вот, соответственно, сейчас я открываю на полную холодную воду. Вот, я открыл. Как видно, 2 градуса добавила. Закрываю. Ничего не изменилось. Открываю. Закрываю. Видно, чуть-чуть есть скачки, вот тут в равене 3 градусов. Теперь попробуем горячую открыть на полную. Открываю. Вот, чуть-чуть скачок вниз был. Закрываю горячую. Вот, чуть-чуть наверх. Опять открываю. Опять закрываю. Теперь холодную открою. Открыл. Закрыл. Как видно, немножко температура скачет. То, что дает небольшой дискомфорт. В целом, при колебаниях давления, как, например, в этом доме, это действительно палочка-выручалочка. Вот полностью горячая вода. При этом вот можно посмотреть на счетчик, и счетчик крутит сейчас только горячий. То есть, холодный он не подмешивает. И если переключить на полностью холодную воду, то можно, глянув на счетчик, и увидеть, что он не подмешивает горячий. То есть, в принципе, возможно использовать чисто одну воду. Опять же, если у нас сейчас вот идет, допустим, теплая вода, и мы перекроем холодную воду. То есть, есть вероятность обжечься в обычном случае. Вот, холодная вода перекрыта. Видим, что просто вода капает. То есть, выше 36 температура не поднялась. При этом, если мы будем поворачивать ручку вверх, будет чуть-чуть добавлять горячей воды. То есть, вот пошла уже чисто горячая. Вот совсем пошла горячая. Здесь у нас уже чуть-чуть капает. Открываем холодную воду. Закрываем горячую. История та же. То есть, отмерзнуть с этим смесителем так же не получится, если вдруг внезапно водопроводчики отключат воду. Вот, еще раз показываю. Вот резкий переход со всем кипятка. И на 38 градусов. Здесь осуществляется достаточно мягко. А вот с холодной до 38. Уже с таким переходом не очень приятно. Но, опять же, обжечься невозможно. В целом, конечно, хотелось бы более стабильной температуры, но и этого вполне достаточно. По сравнению с обычным смесителем, здесь уже намного лучше. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Удачи и стабильной воды дома. Продолжение следует... Продолжение следует...